Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного феофилакта болгарского архиепископа на Новый Завет. Часть 24. Толкование на 1 Петра 3.19.20. Апостол подтверждает непокорность из Писания и не со времен пророков, но почти от самого сотворения мира. Отсюда он представил, что спасение проповедовалось людям от начала, но они по наклонности своей к суете пренебрегали им. И в то время, как людей было бесчисленное множество, только восемь душ покорились проповеди и спаслись в устроенном ковчеге. Комментарий Игнатия Лапкина. То, что здесь говорится в комментариях относительно проповеди о том, что сегодняшнее православие совершенно не сверяется в своей жизни ни с книгой деяний апостолов, ни с толкованиями святых отцов. И мы подтверждаем на основании всего священного Писания, оставив которое, 1 Петра 2.8, они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Мы это доказываем и подтверждаем непокорность современного священства, и апостол подтверждает их непокорность из Писания. Толкование на 1 Петра 4.6 Посему мы говорим, так как перед этим апостол сказал, имеющему судить живых и мертвых, на это могли возразить, где же судятся живые и где мертвые, то он и подтверждает это сказанным выше тем, что он и находящимся в темнице духом проповедал, и что проповедь это была в суде, то есть в осуждении. Одни, добрые, с усердием приняли его учения, а другие, злые, отказались от истины и сами сомкнули себе глаза от нее. Комментарий Игнатия Лапкина. В земной жизни своей Господь учил, наставлял и обличал, и всегда ссылался, доказывая свою правоту на священное Писание. Апостольские ученики авторитет Слова Божия держали выше всего, и этим авторитетом Писания разрешались споры и на соборах. Одни, добрые, с усердием приняли его учения, а другие, злые, отказались от истины и сами сомкнули себе глаза от нее. Этим же отношением к Библии определяется наше отношение к Богу и нашему спасению. Господь через своих апостолов предсказал, что будет такое страшное наше время, когда Библия потеряет авторитет именно в церкви, именно у православных. Потому что все, что не имеет связи по ахиротонии с апостолами, не есть церковь. 2 Тимофею 4.3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые лестили бы слуху. Здравым учением называется чистое словесное молоко, священное писание. Одни, добрые, с усердием приняли его учения, а другие, злые, отказались от истины и сами сомкнули себе глаза от нее. 1 Петра 4.16-17 Потом как бы в утешение их говорит. Толкование «Если вас так близких к нему не щадит, то представьте себе, какой конец будет нечестивым». И подтверждает это местом исписания. «Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явятся?» Комментарий Игнатия Лапкина Какие из своих высказываний, утверждений можем мы подтвердить местом писания? А если не можем и однако же противимся ясно сказанному в Библии, то такой человек вполне заслуживает прозвища «антибиблеиста» и «антихриста». Толкование на 1 Петра 5.10.11 Ибо в том и цель апостолов, чтобы проповедовать таинство, хотя бы они делали это вместе с увещанием. Комментарий Игнатия Лапкина «Вся жизнь апостолов была посвящена проповеди Евангелия. Не богослужению, не требам, но несовершению таинств. Это все люди придумают позже и поставят на место Евангелия. Цель апостолов – проповедовать таинство. Проповедовать не о семи таинствах, какие спустя столетия установили в церкви и назвали их таинствами, но таинством называется тайна воплощения Сына Божия, тайна примирения людей с Богом Отцом через заместительную жертву Единородного Сына Божия. Тайна соединения во Христе и в Церкви Христовой евреев и всех язычников, которые уверуют во Христа. Цель и каждого священника, и каждого мирянина – проповедовать это таинство». Комментарий на, простите, толкование на 2 Петра 1.16 «Ибо мы преподали вам учение простым, безыскусным словом, как и Павел говорит Коринфянам». 1 Коринфянам 2.4.13 «И преподали то, что своими глазами видели, когда вместе с ним восходили на Святую Гору». Комментарий Игнатия Лапкина «Люди изучают риторику, искусство ораторов, но Бог ценит более всего Слово Свое, написанное открытым и прочным стилем, который не всем нравится. Кто внимательно читает Слово Божие и заучивает стихи Библии, он получает от Бога особый дар – говорить Божьим языком. Безыскусным словом, речь такого человека имеет особую притягательную силу, аромат неба, постоянную свежесть. «Заучивайте наизусть стихи Библии, хотя они и кажутся грубыми, но сказанные вовремя и к месту, они имеют неотразимую силу и устрашающее действие на противников». Толкование на 2 Петра 3.1.2 «А заповедано это через проповедь пророков и апостолов». Комментарий Игнатия Лапкина «Когда сегодня приводишь в доказательство необходимости проповеди места из Ветхого Завета, то слышится упрек в уклонении в сектанство. Блаженный Феофилакт так не рассуждает. Он не разделяет Ветхий и Новый Завет, но показывает, что они, как два крыла у птицы. Ветхий и Новый Завет – это те два динария, которые добрый самарянин, Христос, дает гостиннику священнослужителям и обещает дать награду, если тот потратит что-то сверхданного, то есть если потрудится в истинном истолковании Библии, чем и занимались святые отцы Вселенской Церкви. Пользоваться и Ветхим, и Новым Заветами нам повелено заповедано через проповедь пророков и апостолов». Толкование на 1 Иоанна 1.1 «Кто прежде слышал об этом из начального учения, тот переходит к видению его, не телесно, но разумно, и не телесными глазами, но мысленными». Иоанна 14.6 «Может быть сказано так и о слове, сущем в начале, потому что мы слышали от закона и пророков, что оно придет, и мы присоединились к явившемуся слову нелегкомысленно, но, как уже сказано, после осязания, то есть после изыскания в законе и пророках, мы поверили явившемуся во плоти слову». Толкование на 1 Иоанна 1.3.4 «Та, что как через слово мы принимаем вас в общники, виденного и слышанного нами, так мы имеем вас общниками и Отца, и Сына Его, и Иисуса Христа. А получив это, мы, как прилепившиеся к Богу, можем исполниться радостью». 1 Иоанна 2.12 «Ибо Он знал, что не все примут Слово Его с одинаковым уважением и вниманием, но одни примут поверхностно, как дети, которым Он и усвояет прощение грехов через веру в Иисуса Христа». Комментарий Игнатия Лапкина. «Великий и самый плодовитый толкователь Священного Писания, святой Иоанн Златоуст, много говорит о награде, какая ожидает проповедующего Слово Божие, независимо от того, обратится ли кто через благовестие проповедника или нет. И даже более того, Он логически доказывает, что награда в небесах будет больше у того, через проповедь, к которому никто не обратится. Он говорит, что Бог вознаграждает человека за труды, за его ревность, за его старания, за тот посев, который он сделает. А обратится ли кто? Это от человека не зависит, потому что это действие благодати обращающей, а она полностью во власти Божией и не зависит от нашего участия в ней. В проповеди о Христе участвует благодать призывающая, и в ней соработником выступает проповедник. И вот за этот труд он и получает награду, независимо от видимого результата. 1 Коринфянам 3, 7, 8 «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий, насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Если же кто уверует и раскается в прежней греховной жизни и примет Христа, уверует в Него, как в своего Спасителя, то проповедник в этом обращении уже получает награду – радость, ибо радость окающимся бывает и на небесах. То есть часть награды за свой труд – радость – он получает уже здесь, на земле. «Но что до того, – говорит златословесный учитель, – пусть моя радость на небесах будет меньше, только бы вы обратились здесь, только бы вы примирились со Христом, омывшись Его причистой кровью. Мы не знаем, все ли примут слова наши с одинаковым уважением и вниманием, поэтому будем ревностны в проповеди, во всем доверяясь нашему Спасителю, чтобы Дух Святой коснулся сердец слушателей, дабы Господь и Егова принял их в свои вечные обители». Толкование на 1 Иоанна 2, 16-17. «И эти мирские похотения непродолжительны и непостоянны, а что совершается по воле Божией, то продолжительно и вечно». Толкование на 1 Иоанна 2, 19. «Для того, чтобы иметь доверие от обольщаемых, чтобы обольщаемые думали, что они, как из числа учеников, проповедуют учения по мыслям учителя, а не совершенно противны его проповеди». Комментарий Игнатия Лапкина. «Сколько сегодня проповедей говорится и пишется в эпархиальных и мирских изданиях, но исключительно мало пишется в согласии со Словом Божьим. И когда приходится спросить авторов, «Откуда вы это берете?» Почти всегда в ответ агрессивный скрик. «Ты за собой смотри, иди к своим баптистам, а нам не указывай». Такой ответ есть лучшее доказательство, что сам автор написанного и написанного им, не знающим Библии, и сказанное не от Бога. 1 Иоанна 4.1.2. Толкование. «Ибо любовь наша к жилбратьям, лжеапостолам и лжепророкам многих расположит принимать их за учителей и безосторожности верить их учению, причем они вдадутся в обман из нашего обращения с ними». Толкование на 1 Иоанна 4.4.5. «Об этом и Христос говорит. Кто имеет уши слышать, да слышит». Матфея 11.5. «То есть он свидетельствует, что тот имеет уши, кто приготовился слушать с покорностью». Комментарий Игнатия Лапкина. «Покорность вере проверяется чем? Если мы избраны Богом, являемся Его овцами, то внутренний наш голос через навык обязательно подскажет истинную цену того, что мы слышим. У нас должна быть покорность в первую очередь Слову Божию, то есть Святой Вечной Библии. А все остальное мы должны проверять по ней. И если сходится с Библией, тогда слушать с покорностью. В противном случае отвергать. И если это безразличное, то оставлять на свое усмотрение, принимать или не принимать». Толкование на 1 Иоанна 5.5.6. «А это вместе совершается через Святое Крещение». Толкование на 3 Иоанна 1.10. «Отвечаем». «Заповедь говорит о невоздаянии злом за зло тому, кто грешит против нас. А когда грех против нас причиняет вред и вере, то совершающего такой грех должно наказывать, как и Павел навел зло на Элиму, совращавшего с путей Господних». Деяние 13.8.11. «А благовестие – это есть благовестие Бога, то есть Отца, и потому что даровано им, и потому что делает его известным. Ибо хотя он известен был и в Ветхом Завете, однако одним иудеям, но и им неизвестен он был как Отец. Впоследствии же через благовестие он вместе с Сыном открылся всей Вселенной». Комментарий Игнатия Лапкина «Сегодня священники называют свое богослужение божественной службой, божественной литургией. Облаженный Феофилак называет божественным благовестием, и он не сам относит этот эпитет к проповеди, но так говорят и Писания, и Святые Отцы, и Соборы. Благовестие – это есть благовестие Бога. Через благовестие он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Люди установили особый порядок, ритуал, через который привлекают людей в храмы, к себе. Но ни через требы, ни через богослужения, самые пышные, самые торжественные, люди не могут уверовать сознательного Христа. Бог установил определенный порядок обращения. Сеяние семени, то есть проповедь Слова Божия, затем полив дождем, слезами раскаяния, и получение дара Духа Святого, благословляющего на труд. Благовестие – это есть благовестие Бога. Через благовестие он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Тысячелетие христианства на Руси. И когда сегодня говоришь о значении проповеди, о том значении, которое ей дал сам Бог, Создатель Вселенной, то абсолютное большинство священнослужителей и не слышали об этом, и не знают этого, и противятся этому. Почему? Причина в том, что они сами никогда не были обращены через благовестие. Они мертвые. Они не знают пути Божия, а знают обряд. Они – профессиональные служители религии без Духа Огня. Дух Святой, коснувшись сердца уверовавшего человека, вызывает из него торжественное благоухание этих слов, сказанных блаженным Феофилактом. Благовестие – это есть благовестие Бога. Через благовестие Он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Кто не знает этого, кто противится этому, тот никакого отношения не имеет к православию, ибо он противится самой сути православия, выраженной болгарским архиепископом в этих торжественных и призывных словах. Благовестие – это есть благовестие Бога. Через благовестие Он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Толкование на Римлянам 1.5 «Но и убеждение есть дело благодати, ибо делом апостолов было ходить и проповедовать, а убеждать слушающих всецело принадлежит Богу. Покорять вере мы посланы, говорит, не для словопрения и не для исследования или доказательства, но покорять вере, чтобы поучаемые слушали, веруя без всякого противоречия. Смотри, каков дар благовествования. Оно сообщено не одному народу, как Ветхий Завет, но всем народам». Комментарий Игнатия Лапкина. Когда человек ничего не знает о духовном, то с ним легче разговаривать, чем со в кавычках «знающим». Язычники принимали благовестие от апостола Павла без всякого прикословия, а иудеи спорили и доказывали, защищая старую веру. Толкование на Римлянам 1.6 «Вы не больше получили, чем прочие народы, над которыми вы почитаете себя владыками. Почему как проповедуем прочим народам, так и вам? Не тщеславьтесь же!» Римлянам 1.8 Толкование «И Петр проповедовал в Риме, но Павел, почитая труды его едиными со своими, благодарит за веру наученных Петром. Так свободен он от зависти». Толкование на послание к римлянам 1.9 10 «Так как много есть родов служения Богу, ибо один служит и работает Богу тем, что благо устрояет только свои дела, другой тем, что заботится о странниках и снабжает вдовиц, как поступали сослужители Стефана, а иной тем, что проходит служение Слова, то апостол говорит, Бог, которому служу духом моим в благовествовании сына его». Говорит это, доказывая, что эти заботы необходимы для него, потому что кому поручено служение благовествования, тому необходимо заботиться обо всех принявших Слово. Римлянам 1.11 «Другие, говорит, предпринимают дальние путешествия для иных целей, а я для того, чтобы преподать вам некое дарование. Дарование, то есть все, что возвещают учители на пользу слушающим, ибо хотя учительство и доброе дело, однако и добрые дела наши суть дарования, потому что и для них нужна помощь свыше». Комментарий Игнатия Лапкина «При приеме в семинарию испытывают дарование в пении, в знании молитв. Во времена апостолов была другая шкала в определении ценности христианина. преподать вам некое дарование. Дарование, то есть все, что возвещают учители на пользу слушающим. Конец 24 части. «При в христианина». «При христианина». «При